Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться вживую. Вопросы, ответы. Я уже столько прочитал лекции, бесконечное количество, поэтому будем задавать вопросы, вы будете, а я буду отвечать. Можно как из зала задать, такая возможность есть, а можно задать вопросы как написав. Вы пока растерялись, но вопросы готовы. Кто их написал, бог его знает. Бывает так, что к последнему дню народ обрадовался, у него все пошло, и вот такое ведро прямо писем, а я уже уехал. Ну и потом есть шанс, что если вот вы, допустим, напишите в конце, а я не успею прочитать, Пермь, едете туда и там, вот тоже. Поэтому внимательно, внимательно слушаем. Ну что, раз девушка написала письмо, по этому поводу вопроса нет, точно только что принесла. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Вопрос. Мне очень близко то, о чем вы говорите. Да, мне самому это близко. Я уважаю. Ага. Подскажите, пожалуйста. При разговоре с мужем я говорю, что меня задели его слова или поступки, и при этом прошу его, чтобы послушал и ничего не решал. Он начинает меня винить, что я считаю его плохим или не таким. Как быть? Ну, потому что договариваться о технологии, как вы будете общаться, нужно... Когда? Кто знает? Нет, не в начале. Ну, в начале отношений вы имеете в виду? Ага, конечно. Когда вы? Когда все хорошо, действительно. То есть, дорогой. Когда мне будет плохо, я приду и буду вся такая злая, вся такая грустная, вся на ПМСе, вся расстроена, вся такая мерзкая и тому подобная. Тебе надо будет меня просто послушать, ты ни в чем не давай, делать ничего не надо. А если ты уже подошла, а ты только ничего не говори, только меня слушай. Уже поздно пить боржоми. Мужчина, он не железобетонный, его нужно предупреждать. Можно ли мужчину надрессировать, быть хорошим психотерапевтом? Можно. Если у вас есть навыки, чего? Дрессуры. Если таких навыков нету, то ничего вы не надрессируете. То есть, мне плохо. Так, еще раз читаем. Возвращаемся к письму. Так, так, так. При разговоре с мужем я говорю, что меня задели его слова. То есть, ты уже выкатила предъяву. И потом говоришь, что ты не виноват. А нужно наоборот. Сначала сказать, что ты не виноват. А потом выкатить предъяву. Задавайте наводящий вопрос. Вижу по глазам, не все все поняли. Буду считать, что ответил исчерпывающе. Письмо. Это уже не ваше. Где я был в последний раз? В Перми. Ну, не так все. В Ставрополе, наверное, оттуда. Как переложить ответственность на мужчину? Вспомнила. Вспомнила. Тут немного описана сама ситуация, в которой женщина собралась переложить ответственность на мужчину. Два года живем вместе. Не расписаны. Чувствуете все условия для перекладывания ответственности? Я работаю на себя. Ой, какое слово. Суечусь. Суечусь. Прямо. Суечусь. Плачу по всем счетам. Ипотека, машина, коммуналка. Он покупает продукты. Ну, все нормально. А почему нет? У мужика как бы звездный час. К нему прибилась бабенка, которую он потрахивает. За еду. Причем часть этой еды он сжрет сам. А баба суючусь. Все, платье. Да, да. Вопрос. А ты зачем живешь с этим человеком? Я хочу на него переложить ответственность. Так лопнет твой избранник. Может он развиваться тоже. Так же зарабатывать. Но ведь нужно напрягать булки. А он, судя по письму, что? Их не напрягает. Как вы думаете, а почему он не напрягает булки? Потому что рядом есть бабенка с очень серьезно напряженными булками. Че суетиться, когда тут есть кто? Суечусь. Да, может такой хэштег сделать. Суечусь. Прямо что-то среднее. Вот такое ощущение, что суечусь это китайский мат. Правда? Вот подумайте. Ну, культурная столица, должны понять мой филологический, так сказать, заезд. Может зарабатывать. Сидит после работы и в выходные в телефоне. А я бегаю, как заведенная. Ну и бегай. Кто тебе не дает? Ты же сама бегаешь? Да. Сейчас я его выставила из своей квартиры. Он еще и жив в твоей квартире, как выяснилось. За два дня до семинара. Ну, это не позавчера было, видимо, все-таки. Дело не в том, что наслушалась советов. То есть она уже оправдывается, что она выгнула этого мужика не потому, что наслушалась советов. Мордатого-лыцкого психолога, да. Сидит без меня и думает о том, что будет дальше. Ну, хорошо. Тетенька. Сильно перепуганная. Ломанулась атак по жизни. Ну, сильное надо было испугать, чтобы это все совершить. Потом вдруг решила, что нужно мужичек. И мужичка что? Нашло. Установила Павлика. Да. Который покупает еду. И ты два года. Ну, давайте. Ты два года живешь с пихарем в своей квартире, который приносит еду. Вы помните, с чего все началось? Планирует переложить ответственность. Это что? Чтобы он купил еще мыльнорыльды или что? Ой, господи, бабоньки, бабоньки. Кстати, ты почему? Женщина пришла за помощью, а ты ее дурой назвал. Ну, а как дуру не назвать дурой? Я же любя. Ну, хорошо, скажите, она не дура. Кто она? Дура. Как вы могли. Бессердечные бабы. Женщина пришла, деньги заплатила. Хотела помощь, а вы ее дурой назвали. Мне кажется, не грех дуру назвать дурой. Кто-то же должен это делать. Если это никто не делает бесплатно, приходите ко мне. И главное, что посоветуете? Да что посоветовать? Начать мозг лечить? Ну, как-то так. А зачем ты? А какие-то у тебя есть. Ну, такое ощущение, знаете, вот в жизни все у нее хорошо, но ответственность хочет только переложить. Все у нее отлично. Выгнала. Заметьте, она его уже выгнала и хочет вдогонку поднагрузить ответственность. Вы знаете, любой человек в мире что-либо делает, когда он что-либо делает, он должен быть чем-то мотивирован, то есть должна быть причина. Люди так устроены. Люди так устроены, они без причины ничего не делают. Всегда должна быть причина. Давайте, помогите мне. Вот мужичок. Нахера ему это? Ну, что должно в его жизни случиться вот в этой семье, чтобы он взял ответственность? Такой сидит, говорит. Нет, это невыносимо. Это невыносимо. Завтра едем в банк, переписываем ипотеку на меня. Да. Я выкуплю у тебя квартиру, потому что я ответственный. Увольняйся с работы. Все. Теперь я буду лидером, защитником, добытчиком. Естественно, все через ЗАГС. Достаточно ответственности. Остал мне что-нибудь. Фикус. Друзья, что-то написали и Ставрополь нам в помощь. Классный город, кстати. Питер на минималках. Да. Только там нет домов красивых. Не вы. Ничего. Ничего не изменится. А я уже про Ставрополь. А вы ждали, что... Да у него все хорошо. Нет, там ситуация такая, что... Да и речь-то не в нем. Не о нем вообще. Проблема у бабы с головой очень серьезная. Ну, смотрите, мужик. Давайте. Вот специально для вас шаг назад. Вот только для вас. Люблю как родную. Хер с ним, со Ставрополем. Ставрополь город красивый. Ну, там нет и вы. Ну, там нет и вы. Да. А так хороший. На сильных минималках. Так вот. Мужик никого не обманывал. Мужик смотрит, баба идет. Он подходит и говорит, мадам, что нужно, чтобы тебя тыкать? Она такая, ну... Будешь продукты покупать? Он говорит, ну, давай попробуем. И мужик покупает продукты, живет у нее, трахает ее и все. Такой был договор. Все честно. Мужик нашел бабу, которую он тянет. Продукты. То есть продает доступ к пипиське за сыр. Все честно. А ну она-то хотела что? Что хочет эта милая женщина? Счастье семейного. Она хочет семейного счастья. Поэтому, чтобы получить семейное счастье, что должна делать простая русская женщина? Начать трахаться с малознакомым человеком. С этого же начинается счастье семейное. То есть ты сидишь... Как начать семейное счастье? Не знаю как, но умею трахаться. Поэтому ловим мужика. Голодного, который выпал со своей ямы, со своей пиписькой, не знает куда вонзиться. Затаскиваем его к себе в гнездо. И соприкосновение с моей волшебной вагиной делает из него ответственного человека. Это же очевидно. И все. Так вот и будет технология. Подскажите, по другой теме, по другой схеме у нас отношения строятся? По этой... Что-то не получилось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А что должно было получиться? Ну это то же самое. Ну я не знаю. Мужик вызвал блядей домой. Позвонил по телефону. Алло, бляди, бляди, бляди. Идите сюда. Вот, смотрите, ну, набережная реки Фонтанки. Семь. Квартира тринадцать. Все зашли. И он такой сидит, такой грустный. Ну не знаю. Не знаю. Еды не наготовили. Детей не народили. Ну ты же вызвал блядей. Ну не знаю как-то. Я-то хочу семью. Так семью надо было строить. Зачем ты блядей-то вызвал? Ну я не знал, куда звонить. А телефон блядей был. По той же самой схеме современные женщины строят отношения. Мужичка надо ловить на... Что? На пельмешечек. Да. Аля, что, есть? Что, у меня не прав, скажите? Так есть ли шансы? Ну конечно. Шансы, конечно, есть. Мы же все как-то женились. И расписались. Поднимите руку, у кого было не так. Продолжим. Письмо. Помните, я про Ставрополь говорил? Потому что письма оттуда. Видите, какие проблемы в Ставрополе? Слава Богу, в Питере у нас такого нет. Добрый вечер, Сати. А разъехались с мужем два года назад. Но стараемся поддерживать хорошее отношение. Ради детей. Конечно же, ради детей. Официально не развелись. Он говорит, что это ничего не меняет. Я уже в душе понимаю, что не теряю надежду на то, что наши чувства снова вспыхнут. И ребенок будет расти в полноценной семье. Ну, очевидно. Все скоро они вспыхнут. Они же когда-то еще до рождения ребенка вспыхнули. По той схеме, которую я рассказывал. Ты родила ребенка, вышла замуж. Дух оказалось, что ты замужем за чужим человеком. Странным, непонятным. И вы что сделали? Развелися. Зачем люди разводятся? Какая версия? Может, подскажите. Я, может, не в курсе. Вот семья. Люди решили развестись. Чего не хватало? От наших этих ярких эмоций. Да так я, блин, не хватает разговоров. Давай разведемся, наверное, разговоров станет больше. Потому что, когда разведешься, это же прямой путь к разговорам. Мотивация, близость, любви. Они ненавидят друг друга. Рухнули все их надежды. Они поняли, что этот человек отравляет мою жизнь. Поэтому идут. Надежда на то, что мне отдельно от этой твари будет лучше. И люди идут в ЗАГС и нахер разводятся. Тут они, а тут они у нас даже не развелись. Они просто разошлись. Я уверен, от большого счастья. Мы же обычно, как чувствуешь охрененное семейное счастье? Уехать нахер от этой бабищи. Мы понимаем, что это был пик. Каких эмоций? Отрицательных. И люди разъехались. 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 Пожили немножко. И бабенка такая, я-то думала, начнется что-то аудивительное. Прямо такое. Вокруг начнут бегать достойные рыцари. И вдруг выяснилось, что вокруг достойные рыцари не бегают, потому что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Это известный факт. Надо поддерживать хорошее отношение ради детей. Ради детей. Ждем вспыхнувшие чувства. То есть, так идешь, чувства вспыхнули, съезжаемся. Вот точка, где люди поженились, встретились, и пошло все через жопу. Вот они терпели, терпели. Точка, где они нахер разошлись, развелись, чтобы не видеть друг друга. Жили, 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 и решили дождаться второго шанса, построить все сданного, сохранить семью, вспыхнули чувства. Вопрос в зал, я тысячу раз его задаю. В какую точку люди хотят вернуться? Вот сюда? В самое начало? Так а вернуться-то они в какую? Они просто тупо, что? Начнут жить вместе и трахаться. Как долго будет идиллия семейная? Ну, как долго? Давайте время назначим. Шесть лет, полгода, полгода, реально полгода, да? Ну, я думаю, неделю. Ну, месяц, если яйца такие крепкие у обоих, терпят. Ну, так, так ничего не изменится, люди-то другими не стали. Они терпят, 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 а потом начинают быть такими, какими они есть, потому что они вернулись в точку, которая была, внимание, максимально благоприятна для расхода, для развода. Что-то я какое-то зло сегодня, да? Вспыхнут. А вопрос? Вопрос уже вопрос в конце, я же не прочитал состояние эффекта. скажите, я просто теряю свое время. Не, все идет по плану. Ну, то есть, ничего не научил. Спасибо, спасибо. Вообще, ничего, ну, блин, человек разумный, но ты делаешь ошибку, ну, надо провести работу над ошибками. Вы в школе проводили работу над ошибками? Для чего делается работа над ошибками? Чтоб, сука, никогда в жизни больше не повторять ее. Жила-жила, сделала все ошибки. Жду, когда вспыхнут. Чувство. У меня знакомая таким образом стала обладательницей квартиры и загородного дома. И? У меня не разведены 30 лет, она дождалась. И? Ну, то есть, там может быть не прочувствовала, там просто может быть действительно им не дойти до ЗАГСа. А потом это мягко приходится в реальных словах. Ну, хорошо, пожалуйста. У нас микрофончик кто-то будет раздавать? Какая ситуация? Ну, вообще, у нас теоретически должен быть где-то микрофончик, но пока мы найдем, уважаемый, вот, да, колоритный, лысый мужчина. Да. А если два года продержались? Два года продержались. Ну, определяющее слово, а что если? Держимся? Держитесь, я же против. Счастливы? А как 15 декабря? Да. вы должны два года обратно. Два года что? Были? Разошлись, подумали. Через 13 лет по-жене? Через 13 лет по-жене. у вас еще есть время впереди, да, да. И? А в чем сам вопрос? Ну, сейчас как-то вот два года, и с какими-то тренами начинают? тренадцать лет были не женаты, просто жили, да? Ну, просто жили, потом что случилось, что вы поженились? Разошлись. в поисках лучшей доли, походили по рынку, посмотрели, лучшей доли-то не будет, иди сюда, и поженились, и сразу поженились, да? А потом поженились, да, ну, то есть 13 лет были счастливы, разошлись, что является, ну, признаком счастья, как я понимаю, да? После чего разошлись, походили, походили, поженились, поженились, и, ну, то есть на это только можно уже было бабу купить, 13 лет, ну, да, 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 и, и вот она замужем, она замужем, мы уверены, что счастлива, потому что, ну, очевидно, я сейчас не буду лезть, стопроцентно счастлива, и, ну, мужчина, во всяком случае, счастлив, ну, то есть вопрос был только в сроке, да? Ну, какая разница? Ну, вот смотрите, вам доктор говорит, помните, у нас была тут, это, болезнь такая, да, пандемия, и он доктор говорит, если вы заболеете, умрете через, через два месяца, а вот такой, доктор, а мы уже два года продержались, и умерли, да какая разница, через два месяца, ну, вылечиться надо, вот в чем проблема, если вы вылечились, у вас все хорошо. То, что мы разошлись на полгода, это уже является тем, что мы, возможно, больше не можем? Нет, не в этом дело, мы же не знаем, что вы делали эти полгода, может, вы настолько разумный человек, что анализировали ситуацию, почему женщина, которая вам очень нравится, рядом с вами, стала несчастной, как она выдержала 13 лет ваших обещаний, что вы обещаете, да женюсь, да нахер оно надо, так хорошо же, живем, да что ты начинаешь, дотянула, дотянула, сказал, пошел ты нахер, я уверен, что она выгнала вас, сто процентов, сто процентов, выгнала нахер эту тварь, и эта тварь, где-то походила, она так прикинула, думает, если на мне не женись, ну, ты ее сам выгнал, я ж не вважаемый, вы такой классный, спасибо большое, ну, не может мордатый, лыжий мужик быть не классным, правда? Ну, мы не об этом, я же вас не знаю, если вы думаете, что я сейчас о вашей семье, я же не ясновидящий, фекла, ну, нет, нет, просто статистика такая, что в 99% случаев, инициатором брака, и тому подобное, является женщина, и в 99% случаев, инициатором развода, является женщина, чисто статистика, не более того, или вы думаете, а прямо файлы ваши залез в портале, и такой, ну, эти, конечно, да, это вам, эта баба выгнала, нет, просто всегда так, что вы от меня хотите, есть ли у вас шансы, я уже начал говорить, если вы сделали выводы, какие ваши действия привели к вашему разводу, и вы сделали выводы, все поняли, перестроили, и теперь не будете это повторять, то у вас есть шансы, если же, как бы, ну, вы просто поддержались, а потом, как бы, все началось, ваша жизнь сейчас отличается, от той жизни, которая была, ну, допустим, два года назад, вы по-другому живете? Я имею в виду принципы построения отношений, я не услышал? Лучше. Лучше или по-другому? Давайте, ну, проблемы те же самые, конечно, проблемы те же самые, ну, блин, хорошо, давайте уйдем от семьи, чтоб не было, я понимаю, что вы ходите по тонкому льду, и, возможно, сегодня вас опять выгонят, из дома, вполне реально, вдруг это не санкционированный вопрос был, я не знаю, уважаемый, ну, подождем пятница, поэтому, смотрите, давайте перейдем от, я думаю, всем будет интересно, чтобы понять какую-то тему, которая, ну, тяжело заходит, перейдем на что-то, понятно, допустим, у вас не проблема с семьей, а вы приходите к наркологу, допустим, я нарколог, и говорите, Сатя, 13 лет бухаю, и что-то, сука, что-то, вот, короче, печень пошла, нахер, вот, ну, все, вот, все, короче, жопа, бля, все, 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 и что, ну, короче, завязал, завязал, полгода не бухал, а сейчас все, ну, сейчас, как бы, полегчало, понял, что другого счастья в жизни нет, попустило, камень вышел, из желчного, и, сейчас начал опять подбухивать, шансы есть, я говорю, ясен пень, очевидно, что если ты полгода не бухал, теперь будешь, ну, не подвержен, а похмелу, там, и так далее, другое дело, ты же полгода-то не бухал, если ты за эти, как бы, да, полгода ты не бухал, проанализировал, поменял питание, поменял жизнь, поменял интересы, поменял друзей, поменял окружение, поменял цели в жизни, и тому подобное, теперь ты бегаешь трусцой, по парку, ну, купил себе лосины, ну, да, у тебя есть шансы, если ты полгода начал делать то же самое, то результат будет какой? Вот, так вот, с семьей такая же самая херня, вот, теперь я чувствую, я достучался, если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Субтитры создавал DimaTorzok